ПОДПОЛЬНАЯ ПРАВДА ПОДПОЛЬНАЯ ПРАВДА Я уж грешным делом подумал, что всю херню в жизни увидел. Да еще раз тиражированную миллионными тиражами. Фильм «Чужие против хищника» – это вещь в себе. На свете нет ни одной причины, которая оправдывала бы его существование. Ну, разумеется, кроме желания авторов подзаработать денег. К сожалению, желание авторов начинает сбываться. ПОДПОЛЬНАЯ ПРАВДА Сперва нам показывают, как американский папа учит американского восьмилетнего сынишка убивать оленя из винтовки с пневматическим прицелом. Трогательная семейная сцена. Погоди, сынок чуть поближе подойдет и целится прямо в глаз. Мозги сами вылетят, и шкурку не поплатишь. В следующем эпизоде на соседней поляне терпит крушение звездолет. С чужими на борту и наши охотники по всем законам голливудского кино суют нос куда не надо. После этого папе на глазах у мальчика кислотой разъедает по локоть руку, а самому мальчишке на лицо шлепается какая-то космическая дрянь. Вот Артемий мне подсказывает леченька, шлепается ему на лицо. После этого актеры более-менее убедительно играют роль трупов, а чужие начинают распространяться по городу со скоростью фотонов в бакууме. Если кто не в курсе, это 300 тысяч километров в секунду. Что потом нам показывают несовершеннолетнюю блондинку, по которой сохнет ее одноклассник, ее ухажер с дружками, чей совокупный интеллект равен интеллекту унитазного ершка, брата тайного воздыхателя, который только что вернулся из тюрьмы, отчего-то дружит с шерифом, очень совестливым и очень мексиканским, кучку бомжей, кого-то еще, всех не упомнишь. В фильме нет ни одного героя, ни злодея, ни храбреца. Чужие методично стремляют местное население, хищник более-менее методично стремляет чужих. Главное действующее лицо – насилие как таковое. Наметившуюся был любовную нить обрывает хищник, распоров сюрикеном блондинку, и чужой, проткнувший насквозь воздыхателя, который бросился оплакивать, разрубленное пополам тело. С тем же удовольствием операторы смакуют вивисекцию роженец в больнице, которые вот-вот должны стать мамами, убийство отца на глазах шестилетней девочки, расправа над бомжами в клаке, посреди луж, прошу прощения говна, и прочее, прочее, прочее. Как я уже сказал, в фильме нет ни одного характера. Персонаж не успевает рта раскрыть, как в него тут же влезает личинка чужого. И так полтора часа. Развязка. Полковник спецслужб призывает уцелевших горожан собраться на главной площади, мол, прилетит к вам волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Прилетает, разумеется, вомбардировщик с ядерной головкой к борту и действительно показывает кино. К сожалению, только не все смогли посмотреть на него с этой стороны экрана. Крупно. Глаза шерифа с надеждой смотрящего в небо, откуда на него валится американская мечта весом в две килотонны. Финита ля комедия. Фильм «Хищник» смотрели ради великого Арнольда, чтобы потом бежать в спортзал, качать бицепс. Фильм «Чужие» тоже ради чего-то смотрели. Я уже не помню, из-за чего именно, но смотрели. Кажется, в школе это, по крайней мере, смешиво. Эй, Баскетс, тебя никогда за мужика не принимали? Нет. А тебя? А вот зачем смотреть фильм «Чужие против хищника 2» «Реквием»? Слова-то какой передумали «Реквием»? Ради того, чтобы показать, как америкосы улепетывают со всех ног от чудовищ, даже не пытаясь спасти товарищей, так мы и сами обо всем догадывались. Они из-за этого комплекса снимают по пять спасений рядового Райана в год. Из-за того, чтобы весь мир узнал, что у правительства США помочь населению и точечный ядерный удар слова-синонимы, так весь мир и так об этом знает. Достаточно включить вечерние новости. Или чтобы зрители полтора часа созерцали, как инопланетяне с дикой жестокостью истязают беспомощных девушек и детей. Без завязки, кульминации, цели, развития и какого бы то ни было эстетического посыла. Зрители созерцать не хотят. К сожалению, мы не можем показать вам кадры, как эти самые зрители покидали кинозал, не дотерпев до конца сеанса. В зале снимать запрещено. Отчего-то создатели решили, что кто-то размножит пиратским способом их фильм, потом будет продавать на компакт-дисках. Это еще большее заблуждение, чем попытка, к сожалению, успешная, зачать создателей этого фильма. И почему презервативы рвутся всегда не вовремя? Лишний раз убеждаю, что американцы – тупиковая ветвь эволюция. Я надеюсь, дорогие телезрители, что у вас хватит ума сэкономить деньги и не покупать игру, которая обязательно появится по лицензии на этот фильм, если продюсеры не доберут денег с проката. Пишите на правду, как всегда, собака, gamesfestiv.ru и ждите новостей из-под поля в следующий четверг. Мы не подведем.